Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас очередное видео украшение. Вот такая коротенькая затравка на сегодня. Быстренько убираю, чтобы не портить вам впечатление и, так сказать, сюрприз и новизну показанного. Я хочу представиться, кто у меня впервые. Я живу в Канаде, покупаю свое украшение в магазинах благотворительных. То есть магазины, куда люди приносят свои вещи, отдают их бесплатно. То есть, когда я пишу на заглаве, что кто-то выбросил, а я подобрала, это реально люди. Их, конечно, не выбрасывают в мусорку, но люди избавляются от того, что им не нужно. То есть фактически они выбросили бы эти вещи, если бы не существовало вот этих магазинов благотворительных в Канаде. И это украшение продается, значит, цену назначает сам магазин, продает эти украшения, и деньги переводятся на благотворительность. Вот, поэтому цены совершенно разные, иногда оправданные, иногда нет. И вот я вам сейчас покажу то, что сегодня я для вас приготовила. Все цены в канадских долларах я показываю с ценниками, то есть те цены, за которые я покупала эти украшения. Ну и давайте уже начнем рассматривать. Я, как всегда, начинаю с самых, ну так скажем, ну не то что малоценных, но, скажем, вещей, которые без маркировок более современные, не очень винтажные. Кстати, я покупаю не только винтажные украшения, я покупаю украшения современные тоже, если это хороших брендов, если сделано хорошего качества. И мне просто нравится это украшение. Я знаю, например, что украшение такого плана у нас в магазине новое можно купить намного-намного дороже, поэтому я и покупаю. Тем более, если они в прекрасном состоянии. Вот как, например, вот это колье. Я за него заплатила 7 долларов. Оно очень сделано качественно и очень хорошо. Я, в общем, как бы могу увидеть, что это украшение непростое. На нем нет маркировок, но я понимаю, что это украшение, если бы я пошла вот в магазин в Канаде, в какой-то вот из наших магазинов, где продаются одежда, какая-то бижутерия, я бы за него заплатила, наверное, ну, долларов 40-50. Вот. А перед вами колье. Очень необычное. Мне оно очень понравилось своей идеей. Три цепи. И вот у них нет никакой застежки. Что-то у них тут запуталось, 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 запуталось. Звене. Ну, ладно, я потом распутаю. Три цепи, они все сделаны, три цепочки по-разному, вернее, две цепи вот такие вот, крученые, интересные. И одна цепочка из таких вот обычных звеньев, но тоже она сделана очень хорошо, очень качественное украшение. И вот так вот оно сделано. Его можно надевать вот так вот он расстегивается. Здесь такой замочек тога, на конце которого вот такие вот жемчужные шарики. Маркировок никаких не наблюдается. Замочек тога тоже необычный, а к нему приделано, видите, такая синенькая, темно-синяя, прозрачная, кристалл. Не кристалл, а, ну, как, камушек. Ну, это стекляшка, скорее всего, я думаю, может быть, пластик, но... Ой, я думаю, что это стекло. Вот, оно довольно такое весомое. Знаете, вот хорошее украшение отличается весом. Всегда украшения тоненькие, легенькие. Это обычно, как правило, довольно дешевое украшение. Вот так оно застегивается. С обратной стороны две вот такие вот, два вот таких звена и жемчужины. Я думаю, что носить его нужно таким вот образом, что вот эти два элемента будут рядом напротив друг друга. Вот так вот перевернем. Вот такое вот красивое, интересное украшение. Можно, в принципе, носить это и сзади этой застежкой, но это же красиво, зачем я назад. Так что я думаю, что это вот должно быть по бокам. Вот здесь вот так вот на шейку оно надевается. И вот такое вот, вот так вот, такое украшение. Я, конечно, все вам по мере покажу. Вы знаете, что я всегда все свои украшения примеряю. И всегда вам показываю на себе. Мне кажется, это очень интересно. Самое интересное в украшениях, это посмотреть, как они лежат на теле и как их можно носить, надевать. Так, следующая у нас сегодня много брошей, кстати. Следующая у нас брошка. Вот такая красивая красавица. Масло масляное. Стоило мне 5 долларов. Насчет винтажности тоже я не уверена. Очень может быть, что она винтажная, а может быть и не очень винтажная. Я пытаюсь это понять по замку, по застежке. Видите, иголка довольно длинная. Замочек вот такой вот обычный, собачка. Что у нас с маркировками? Маркировок нету. Маркировок нету. Видите, она такая 3D, как будто бы немножко брошка. У нее есть три слоя вот этих вот листьев, лепестков. И сверху вот такой вот пупсик. Пуговица такая. Она интересного цвета. Она не золото. Видите, вот это вот золото. Но она и не серебряная. Она такая желтоватая. Вроде бы серебристая, но немножко с такой желтизной. Очень тяжелая, качественная, хорошего качества вещь. Я думаю, что это винтаж. Может быть, не очень старый винтаж. Может быть, 80-е, 90-е. Но маркировок нет. И мне кажется, что она, в общем, не современная. Не совсем современная брошь. Сделана очень хорошо. И, вы знаете, я вам хочу сказать, что я лично больше всего, хотя я в коллекции и разглядывать люблю броши с кристаллами, с камнями, с какими-то украшениями, с каким-то интересным дизайном. Но в жизни для носки вот такие вот броши самые, ну, скажем так, носибельные. Потому что ее можно надеть к очень-очень многим вещам. Потому что нету никаких камней, никаких цветных вставок. И поэтому вот если есть украшение вот такого цвета подобрать, серьги, кулон или что-то еще, кольцо. Цвет довольно редкий. То очень даже можно красиво ее сочетать с каким-нибудь похожими по цвету украшениями. Следующая у нас брошка. Она немножко повреждена. Видите, здесь не хватает двух багетных кристаллов или одного. Мне кажется, что вот этот есть. Его пытались, видимо, что-то заменить. Видите, здесь там что-то есть. Но он как-то вот не совсем такой же. Он как-то провалился куда-то. Вот. А здесь нету. Но тем не менее, я все равно ее купила. Эта брошь маркированная. И может быть, когда-нибудь я ее отремонтирую и приведу в чувство. Хотя я так не очень хорошо умею ремонтировать. Во-первых. Во-вторых, у меня есть очень много более ценных брошек, до которых у меня не дошли руки на ремонт. А уж эта тем более, она мне просто понравилась. Значит, стоила на 5 долларов. Что у нас здесь? У нас здесь замочек. Так. Маркировка. Маркировка, по-моему, кора, да. Вот кора очень обладает необыкновенной способностью. У них почему-то их маркировка очень стиралась, затерлась. Но я находила ее в интернете. Там, кстати, была такая брошек липсы были в продаже, по-моему. Мы себя не путаем, но я найду картинку, поставлю. Ну, в общем-то, я вижу, что это кора, потому что я знаю уже их. Как бы даже стертая маркировка кора выглядит вот таким вот образом. И, опять же, я ее нашла по картинке. Я ее, собственно, и купила, потому что эта кора, она в не очень хорошем состоянии. Видите, здесь есть какие-то вот тут сходы покрытия, некоторые сходы. Не знаю. В общем, и, видите, не хватает одного. Не хватает или... Да, не хватает одного кристаллика. Вот эти багетные кристаллы, их очень трудно найти, подобрать по размеру. Но ничего нет невозможного. В принципе, красивая брошь, красивой формы. Не знаю, вот насчет вот этих вот сход покрытия, можно ли это восстановить. Я думаю, что нет. Ну, в общем, дело вот в чем. Я, поскольку не занимаюсь продажей украшений, я их собираю, я их ношу, я на них любуюсь. Для меня, как бы, некоторые повреждения в броши не являются уж таким большим недостатком. Повреждения в броши – это большой недостаток, когда вы ее продаете. Если вы захотите ее сами носить, то, в принципе, даже отсутствие вот здесь вот багетного кристалла и легкий сход покрытия не будет очень сильно виден, когда вы наденьте ее на лацкан, например, пиджака. Вот так вот это видно. Когда она у вас надета на лацкане, то это вообще практически даже и незаметно. Поэтому я хочу сказать, что я не особенно расстраиваюсь от схода покрытия, винтажных украшений или потери какого-то кристаллика. Я даже некоторым образом, в принципе, отношусь к такой теории, что винтажные украшения, если даже на них есть какие-то повреждения, это не является уж таким большим их недостатком. А даже в некотором смысле, ну не то чтобы достоинства, но в всяком случае не портят их, потому что понятно, что им там по 50 лет, и понятно, что они не могут быть сохранены в идеальном состоянии, не все из них. Поэтому есть даже собиратели, которые свои украшения, в которых что-то потеряно или что-то, в общем, какие-то есть сходы, покрытия там или так далее. Они даже не ремонтируют, а просто вот оставляют как есть, потому что это, ну как бы вот возрастная вещь, она вот так вот красиво, благородно состарилась, так скажем. Не совсем это относится, может быть, к этой броши, такую длинную лекцию, я вам сейчас читаю. Это относится прямо к таким, знаете, очень сильно винтажным украшениям, которые действительно можно ремонтом только испортить. Вот, но есть, да, люди, которые считают, что не стоит восстанавливать винтажные украшения, потому что их вся, так сказать, прелесть и красота заключаются в том, что вот у них есть какие-то повреждения, какие-то следы, так сказать, их возраста. Вот, после такого длинного рассказа я перехожу к следующему сету, это набор, это брошь и серьги, это серьги или клипсы, это серьги. Три доллара стоила брошь и три доллара. Четыре стоили серьги и четыре стоила брошь. Мне очень понравилась эта брошь. Я не нашла ее нигде в интернете, хотя она мне что-то напоминает. Очень что-то мне знакома она, но я не могу вспомнить. Не могу открыть, сейчас, минуту. Я не могу вспомнить, где я видела что-то подобное. И вот сейчас я смотрю на нее и думаю... Да, я все-таки думаю, что она винтажная, потому что вот о возрасте говорят вот эти заклепки. Современную брошь, если бы делали под винтаж, не стали бы так заморачиваться. Сейчас так не делают, так делали раньше когда-то. Опять же застежка вот эта вот у нее, видите, собачка такая. Это тоже, в принципе, говорит об ее винтажности. И довольно длинная игла. Видите, игла сильно выступает за саму застежку. Хотя застежка сама, видите, такая коротенькая. Но, видимо, они не хотели делать ее вот здесь. Не знаю, вообще странно. Вы знаете, ее можно носить как кулон. Видите, здесь есть колечко. То есть, носить как кулон ее можно вот так. А как брошь, они подразумевают, что застежка вот здесь вот сверху, что вы ее пристегиваете вот так сверху. Не знаю, сложное чувство она мне вызывает. Уж очень хорошо она сохранилась, если честно сказать. Но, тем не менее, все-таки я думаю, что она винтажная. Я думаю, что где-то 70-е. И по дизайну, и по всему. Здесь у нас что, кристаллики? Или, да, я даже помню. Не обратила внимание. Здесь у нас кристаллики прозрачные. И вот такие вот три розочки. Еще мне очень захотелось ее приобрести, потому что это комплект. К ней рядом висели, продавали серьги. Странно, что не клипсы. Обычно тех возрастов были клипсы. Очень редко были серьги. Но, тем не менее. Кстати, серьги с очень хорошей застежкой. Маркировок никаких нет у нас тут. Ни на брошу, ни на серьгах. Иногда на серьгах бывает. И вот такие вот серьги-розочки. Серебряного металла. Кстати, довольно тоненькие, довольно легкие. Я не могу сказать, что она прям такая, знаете, тяжелая, качественная изделие. Что я всегда говорю, что винтаж хороший определяется тяжестью и весом и плотностью металла. Здесь довольно металл тонкий, но тем не менее. Все-таки я думаю, что это винтажная вещь. И поскольку это набор, то я решила, пусть будет сделано. Кстати, очень красиво. Посмотрите, лепесточки. Так все аккуратненько. Бутоном розы. И здесь роза из трех бутонов. Вот такой у нас сегодня такой набор. Следующие у нас клипсы. На винтах. Стоили они мне 5 долларов. Очень интересные конструкции. И интересного фасона. Так вот они цепляются на ухо. И вот это все идет лицом вниз. Вот это. Так, сейчас я их возьму в руку, чтобы вам показать. Как же мне их... Вот так возьмем. Так плохо видно. Вот так возьмем. Смотрите, какие интересные. Здесь сделана как будто бы сеточка такая. И внутри такой каскад из металлических пластинок. Очень интересный дизайн. Необычный. Мне никогда такой не попадался. Здесь есть маркировка, по-моему. Да. Какие-то номера. Вот здесь. Внизу. Видите, номера. Я думаю, что номер патента 38, в общем, 385 или что-то такое. Это номер патента, скорее всего, патент на застежку. Видите, как интересно они сделаны с обратной стороны. Вот здесь вот полое пространство. Припаяна вот эта вот застежечка. И застежка клипса, но в то же время, видите, она... Видите, здесь она сильно так отжата. Ее надо немножко подтянуть. То есть вы можете регулировать плотность зажима клипсы с помощью вот этого винтика. Вот так отжимается, вот так закрывается. Вы можете закрутить посильнее и можете раскрутить его поменьше. И тогда у вас не будет так сильно сжать на ухо. То есть вы можете регулировать плотность зажима. Это очень удобно. Я думаю, что патент это на вот эту вот застежку. Клипсы не очень большие, но в принципе очень интересные, красивые такие переливаются. Необычные, я не знаю. Я ничего подобного не встречала никогда. Следующая очень интересная брошь. Судя по всему, очень старенькая. И она не маркирована, но она интересно сделана. Тоже стоила 5 долларов. Значит, идея. Веточка, лепесточки. Эти вот перламутры. И Аврора Бориалис. Кристаллик. Брошка очень-очень необычная, очень симпатичная и, по-моему, очень старенькая. Опять же, вот эта вот застежка. Ой, она полована, что ли, у меня? А нет, не полована. Вот застежка. Это говорит о ее возрасте. Вот такая вот старенькая застежка. Вот. Маркировок никаких нет с обратной стороны. Сделана обычно. Просто пайка. Вот припаяны листики на этих вот веточках. Вот эти вот перламутровые. Петламутровые диски. Аврора Бориалис. Ничего особенного, но необычная. Брошечка-спрей такие называются. Брошка, которая вот такие, знаете, лепесточки. Или как будто бы веточка такая с какими-то листиками. Красивая брошь. Интересная, старенькая и очень симпатичная, приятная. Так, следующая брошь. И у меня сейчас две броши, которые стоили мне довольно дорого. Я отдала за них 10 долларов за каждую. Сейчас покажу вам сначала эту, потом вторую. Значит, вот такая вот необыкновенная красавица. Я находила ее в интернете, тоже поставляю вам картинку. Стоила она довольно дорого в интернете. Продавали ее за довольно большие деньги. Уж точно больше, чем 10 долларов. Значит, она может быть брошью и может быть кулоном. Кстати, та же идея. Здесь тоже, кстати, иголочка довольно короткая. Ну, вот относительно броши. Но к застежке, если присматриваться, да, то она довольно длинная по отношению к застежке. Видите, как они сделали? Они сделали так. Они не хотели делать застежку вот здесь, чтобы она, наверное, была не видна, если вы надеваете ее на какую-то прозрачную ткань. Поэтому сделали ее сверху. И также вот здесь есть колечко. И можно ее носить как кулон. Но мне кажется, что как кулон она не будет выглядеть так красиво. В общем, больше мне кажется, что она именно хороша, как брошь. Брошь веночек. Прекрасные зеленые камни, кристаллы. Некоторые из них обрелились, некоторые просто зеленые. Стеклянные камушки, стеклянные стразы, стеклянные кристаллы, стеклянные камушки. Очень красивый брошь. Необыкновенной красоты. Видите, сделана вся саня, вся в заклепочках. Все на заклепках. Думаю, что года 60-е, самое раннее. В общем, вот такая вот необыкновенная красотуля мне попалась. Маркировок нет, еще раз повторюсь, но брошь великолепная. Еще одна не менее великолепная брошь попалась мне в том же самом магазине. Это был в один заход. Тоже за 10 долларов. Необычная и очень интересная его дизайн и брошь. Очень похоже, что они сделаны, может быть, были даже одной фирмой, потому что застежка очень похожа. Сейчас я вот расстегну ее. Посмотрите, какая шикарная красотка. Здесь, я не знаю, это камень или художественное стекло. Скорее всего, стекло. Потому что она не очень тяжелая. Был бы камень, мне кажется, она была бы тяжелее. А здесь он запаян, поэтому не видно. Видите, она немножко сзади у нее, она чуть-чуть почернела, чуть-чуть повреждена. Замочек очень старенький. Видно, что прямо старенький, старенький. Вот. И вся вот здесь вот она усыпана вокруг искусственными жемчужинками. И посмотрите, как красиво сделаны лапки на самой вот этой центральной вставке и на всех жемчужинках. Очень-очень-очень красивая брошь. Просто очень. Она мне безумно нравится. Сзади она просто сделана вот обычно спаянной вот эти вот элементы. Все спаяны в пайку в одну. Маркировок тоже никаких нет. Мне кажется, что она прям довольно старинная. Но 50-е, 60-е, может быть, даже и старше. Может, даже 40-е. Прекрасно сохранилась для ее возраста. Вот это почернение здесь, это вообще ничего по сравнению с тем, сколько лет ей этой броши. Но если вы посмотрите с этой стороны, она абсолютно в прекрасном состоянии. Чудесная вещь. Необыкновенной красоты, чудесная вещь. Вот. За это я люблю винтаж. За то, что такие прекрасные броши можно... До сих пор сохранились. Их можно привезти, иметь в своей коллекции. Ну что ж, дорогие друзья, вот такая у нас сегодня были украшения. Вот такая коллекция. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно. Надеюсь, что если вы у меня впервые, вы останетесь со мной. Подпишитесь на мой канал. Если вы у меня не впервые, то я очень рада всем моим гостям. А все, кто у меня впервые, я напомню, что мои видео не только про украшения. Я снимаю украшения, обзоры магазинов, примерки, болталки. В общем, все, что мы, девочки, любим. И с вами была Дита. Всех люблю, целую. Всем пока. Увидимся в следующем видео. Бай-бай.